Отдельно приветствую министра иностранного дела Афганистана, господина Матаки, который присутствует сегодня в качестве главного гостя на нашем мероприятии. Очевидно, что решать и даже обсуждать проблемы афганского регулирования без Кабула невозможно. Очевиден, по-моему, нет нужды никого этому убеждать, очевиден тупик, в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика коллективного Запада. Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержки афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства. Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны. В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть приспойные активы Кабула. С учетом ведущейся на Западе дискуссии, мы хотели бы снова акцентировать неприемлемость возвращения военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами. Мы поддерживаем активный настрой афганских властей на оккупирование террористической угрозы. Особо ценно, что даже находясь в сложнейшей экономической ситуации, власти страны достаточно эффективно противостоят тому же исламскому государству, отряды которого периодически организуют набеги на территории Афганистана. Спектр стоящих перед Кабулом нерешенных пока еще задач в сфере контртеррора остается большим. В Афганистане все еще присутствуют различные террористические группировки или совершают набеги из-за границы. И в наших общих интересах оказывать афганским властям необходимое действенное содействие и на данном направлении. Социально-экономическое положение Афганистана остается весьма тяжелым. По данному ООН, в гуманитарной помощи нуждаются более 23 миллионов человек, из которых 12 миллионов несовершеннолетние. Исходим из необходимости увеличения объемов международного гуманитарного содействия афганскому народу. Причем это содействие не должно политизироваться. А со своей стороны продолжим осуществлять на регулярной основе поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости. В заключении хочу еще раз подчеркнуть нашу линию на содействие решению все еще многочисленных проблем Афганистана, развивая для этого как московский формат, так и механизм встреч стран-соседей. Мы убеждены, что именно региональные механизмы, сопрягая свои усилия, могут достичь максимально значимых результатов. И хотел бы в этой связи призвать проявлять бдительность в отношении попыток Соединенных Штатов и их союзников вклиниться в процессы урегулирования с тем, чтобы взять их под свой контроль, в том числе используя в этих неблаговидных целях авторитет Организации Объединенных Наций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова